Прокуратура области подвели итоги работы за первые полугодия 2020 года. Отмечены как достижения, так и недостатки. Сегодня мы поговорим об итогах с Алексеем Владимировичем Дикаревым, заместителем прокурора Рязанской области. Здравствуйте, Алексей Владимирович. Итак, начнем мы с того, как вообще обстоят дела о ситуации с преступностью в регионе, которая сложилась в минувшие полгода. В первом полугодии 2020 года зарегистрированы почти 5000 преступлений, что незначительно на 8% больше аналогичного показателя прошлого года. Наибольшее число зарегистрированных преступлений в Октябрьском районе города Рязани 755, в других районах города Рязани порядка 620-640 преступлений. Структура преступности практически не изменилась. Подавляющее число преступлений более 50% составляет преступления против собственности, где, соответственно, доминируют кражи, чуть меньше мошенничества, грабежей и разбойных нападений. 14% преступлений из общей массы зарегистрированных преступлений приходится на преступления против личности. Здесь основную массу составляют урозы убийством, чуть меньше факты причинения вреда здоровью, то или иной степени тяжести, а также убийства и другие преступления против личности. 11% преступлений из общего количества зарегистрированных составляют преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. По уровню преступности Рязанская область на протяжении ряда последних лет является одним из благополучных регионов как в Центральном федеральном округе, так и в Российской Федерации в целом. В первом полугодии 2020 года на 10 тысяч населения Рязанской области совершено 48 преступлений. Для сравнения, в Центральном федеральном округе этот показатель составляет 58, по России 69. Примерно так же обстоят дела и с преступлениями тяжкими и особо тяжкими. Если в нашем регионе на 10 тысяч населения приходится 12 таких преступлений, в Центральном федеральном округе 18, по России в целом 19. То есть сами можете посмотреть уровень благополучия в нашем регионе. Как Вы можете охарактеризовать раскрываемость преступлений? Какие категории преступлений долгое время остаются нераскрытыми? И в чем сложность основная? На протяжении ряда последних лет Рязанская область занимает лидирующие позиции по раскрытию преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. Общий уровень раскрываемости немного сократится, достиг 72%. Уровень раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений составил 65%. По общему уровню раскрываемости Рязанская область занимает второе место по Центральному федеральному округу и 13 место по России в целом. Тем не менее, здесь обольщаться не надо, поскольку число нераскрытых преступлений напротив возросло. Здесь имеется порой объективная причина, почему не раскрываются эти преступления. Я уже перечислял проблемы с раскрытием преступлений в сфере информационных и телекоммуникационных технологий, когда по сети интернет трудно отследить организаторов и посредников этой деятельности. Мобильные мошенничества, где также трудно отследить. Достаточно сказать, что уровень раскрываемости мошенничеств у нас меньше 40%. Я уже рассказывал, приводя примеры, как мобильные мошенники просто разводят наших граждан. Разумеется, потом отследить и раскрыть данное преступление довольно-таки проблематично. Вот эти преступления являются наиболее проблемными в плане раскрытия. В то же время приходится констатировать, что у нас раскрыты все убийства, все разбойные нападения. Практически 100% составляет немножко меньше 97% раскрытия фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Раскрыты все разбойные нападения. Оперативные подразделения правоохранительных органов сработали, я считаю, достаточно слаженно и хорошо. Есть ли те категории, по которым можно отметить снижение? Принятые меры позволили сократить количество и удельный вес тяжких, особо тяжких преступлений. Заметно сократилось число совершенных в Рязанской области фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшему, а также разбойных нападений и грабежей. Тем не менее, приходится констатировать рост совершенных в первом полугодии текущего года убийств. У нас их в первом полугодии совершено 29. Заметно увеличилось число совершенных преступлений против половой неприкосновенности личности. Здесь самые неблагополучные районы явились железнодорожный район города Рязани, а также Спасский район. Приходится констатировать дальнейший рост числа зарегистрированных мошеннических проявлений, а также преступлений в сфере информационной и телекоммуникационных технологий. Приходится отметить, что вводимые ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса оказали определенное влияние на криминогенные ситуации. В частности, в этот период заметно активизировались телефонные мошенники, которые, представляясь специалистами службы безопасности по Сбербанк, обманным путем получали от владельцев банковских карт реквизиты этих карт, и в последующем тайно похищали денежные средства потерпевших. Также имели место, когда потерпевшие сами под воздействием обмана переводили путем банковских терминалов денежные средства на указанные злоумышленниками, расчетные счета, имели место факты мошенничества путем сети интернет под видом оказания услуг по продаже тех или иных товаров, представления тех или иных услуг. Поэтому хотелось бы предостеречь жителей Рязанской области быть осторожным в данных случаях и ни в коем случае не сообщать реквизиты своих банковских карт, чтобы заработанные своим трудом денежные средства не оказались в руках злоумышленников. Но прежде чем отвечать на какие-либо вопросы по телефону, необходимо убедиться в достоверности той или иной информации, позвонив элементарно в ту же службу безопасности Павла Сбербанка, отделение Сбербанка, которых у нас достаточное количество. Ну и, разумеется, прежде чем обращаться к услугам тех или иных организаций, представляющих услуги по продаже товаров, необходимо, разумеется, убедиться в благонадежности данных организаций, чтобы также сохранить свои денежные средства. Что хотелось бы еще отметить. Несмотря на незначительный рост числа зарегистрированных преступлений, число преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков незначительно на 4% сократилось, в то же время существенно возросло число выявленных фактов сбытов наркотических средств. По-прежнему, основным способом сбыта является бесконтактный способ путем так называемых закладок, местонахождение которых сообщается также по сети интернет, что затрудняет, в принципе, обнаружение, выявление, раскрытие данных преступлений. Как правило, берутся с поличным те лица, которые являются закладчиками наркотических средств, организаторы, посредники данных преступлений, операторы, которые координируют всю эту деятельность, незаконно и остаются вне поля зрения правоохранительных уровнов. Ну, это преступления в сфере информационных и телекоммуникационных технологий, раскрытие которых представляет повышенную сложность, конечно же. В первом полугодии текущего года зарегистрировано 57%. Больше преступлений данного вида связаны с незаконной регистрацией, с фиктивной регистрацией, либо с фиктивной постановкой иностранных граждан на учет. Это приводит к тому, что иностранные граждане получают внешне законные основания пребывания на территории Российской Федерации, в последующем выезжают из нашего региона в Москву, в Московскую область, на заработки, и отследить передвижение данных лиц практически не представляется возможным. Все эти нарушения привели к тому, что возросло число преступлений, совершенных иностранными гражданами. В сфере противодействия незаконной миграции необходимо в первую очередь выявлять не те факты, когда граждане эффективно представляют свои квартиры, без намерения предоставить их для фактического проживания. Это все делается для фиктивной регистрации, без намерения предоставлять свое жилое помещение. В первую очередь необходимо, конечно же, внимание правоохранительных органов в дальнейшей работе обращать на выявление фактов организации незаконной миграции. То есть те же иностранные граждане, нелегалы, которые приезжают на территорию Российской Федерации, они же не сами находят граждан, чтобы фиктивно к ним зарегистрироваться. Есть преступники, которые на протяжении длительного времени на этом делают большие деньги. И таких лиц необходимо, разумеется, выявлять и привлекать их к установленной законам ответственности. Число зарегистрированных в 2020 году преступлений, к сожалению, свидетельствует об увеличении уровня преступности, и в том числе подростковой. Существуют ли меры по координации работы правоохранительных органов, и какие меры именно принимаются надзорным ведомством? Приходится констатировать, что для несовершеннолетних характерно именно в этот период совершение тождественных преступлений сплоченной группой подростков. В одном только Октябрьском районе сейчас расследуется уголовное дело в отношении группы из четырех подростков, совершивших 25 преступлений. В Спасском районе также расследуется уголовное дело, где четырьмя подростками совершено 11 преступлений. Если проанализировать ситуацию с подростковой преступностью, к сожалению, приходится констатировать, что имеются определенные пробелы в работе органов системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Почему я делаю такой вывод? Потому что у нас две трети преступлений совершены в ночное время, подавляющее число преступлений совершены подростками в состоянии алкогольного опьянения, группы лиц повторно. Это все говорит о том, что органы системы профилактики не дорабатывают. Органы прокуратуры проводятся на системной основе проверки, как в образовательных организациях, в комиссиях по делам несовершеннолетних, которые являются координаторами этой работы, так и в органах внутренних дел. Выявляются многочисленные нарушения, связанные в том числе с формальным подходом профилактической работы по выявлению трудных подростков, неблагополучных семей, где не удивляется должного внимания воспитанию и образованию подростков. Не выявляются причины и условия, способствующие совершению правонарушений и преступлений, разобщению сплоченных групп подростков, которые совершают многочисленные преступления. На эти нарушения органами прокуратуры в первом полугодии текущего года выявлено 700 нарушений, на которые вносились соответствующие меры прокурорского реагирования. Виновные лица должностные привлекались к соответствующей ответственности. Тем не менее, вот эта тенденция роста этих преступлений, совершаемых подростками, говорит о том, что этих мер все-таки недостаточно. В прокуратуре осуществляется проверка достоверности уголовно-правовой статистики. Много ли удалось выявить укрытых от учета преступлений? И какие правоохранительные органы допускают такие нарушения? Удалось ли устранить в прокуратуре в первом полугодии такие нарушения? Прокурорами, конечно же, выявлялись определенные нарушения, как при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. Почти 2000 нарушений мы выявили, приносили на них меры прокурорского реагирования с целью их устранения. Выявлены нарушения при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, связанные не только с допускаемой волокитой, отсутствием наступательности в работе, не проведением в полном объеме тех мероприятий, которые связаны с выявлением преступления, розыском преступности. Ну и порой эти нарушения влияют на конституционные права граждан. Это при проведении тех или иных оперативно-розыскных мероприятий, которые нарушают неприкосновенные жилища и так далее. То есть мы реагировали на эти нарушения, нарушения устранялись. В сфере уголовно-правовой регистрации также продолжали иметь место нарушения, связанные в первую очередь с необоснованным отказом от возбуждения уголовных дел, в том числе в тех случаях, когда в материалах проверки имелись явные признаки преступления. Тем не менее отказывалось в возбуждении уголовных дел. Прокуроры, конечно же, реагировали, отменяли незаконные решения. Следует отметить, что число укрытых прокурорами, поставленных на учет преступления, возросло на 18% и составило 413. То есть, по сути, каждое 13 из регистрированных преступлений было поставлено на учет по инициативе прокурора. Кроме этого, прокуроры, проводя общенадзорные проверки, общеуголовные проверки, выявляли также нарушения, направляли постановления для привлечения к уголовной ответственности тех или иных лиц. По этим постановлениям также органы предварительного расследования возбуждались уголовные дела. Выявлялись нарушения не только на стадии уголовно-правовой регистрации, при учете и рассмотрении сообщений о преступлениях, но и при расследовании уголовных дел, в частности, многочисленные факты принятия незаконных решений о прекращении уголовных дел, при остановлении предварительного расследования, имели факты незаконного возбуждения уголовных дел, которые отменялись прокурорами. Эта работа проводится на системной основе. Итак, итоги первого полугодия подведены. Есть ли задачи на второе полугодие? Итоги подводились и в прокуратуре области, и в Генеральной прокуратуре. В общем, органы прокуратуры нацелены на обеспечение реализации национальных проектов, на противодействие коррупции, экстремизму, терроризму. Особенно в единый день голосования мы сейчас эту определенную работу проводим. Мы обращаем большое внимание на анти-террористическую защищенность образовательных учреждений в период начала нового учебного года и тех учреждений и организаций, где будут проводиться выборы. Разумеется, эта работа проводится на системной основе. Органы прокуратуры также нацелены на противодействие преступлениям в сфере легализации доходов, добытых преступным путем, в сфере обороны промышленного комплекса, в сфере лесопользования, в сфере безопасности дорожного движения. Особое внимание Генеральным прокурорам и прокурорам области обращалось на защиту прав несовершеннолетних, в том числе и в сфере уголовного судопроизводства. Права несовершеннолетних должны защищаться в первую очередь. Алексей Владимирович, спасибо вам за беседу. Мы прощаемся с нашими телезрителями. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова